Такого истории республики за последние 30-50 лет такого не было. Речь идет о строительстве моста через Каму и трассы в обход Нижнекамской и набережных Челнов. Дорога длиной 81 километр войдет в состав скоростного маршрута Казань-Екатеринбург-Тюмень. Для безопасного передвижения на участке установили электроосвещение, разделительную полосу из металлоконструкций. На пересечении с лесными массивами появились ограждения от диких животных, а рядом с селами Сарсас-Бли и Шенгальчи шумозащитные экраны. Подходят к концу дорожные работы. Всего на укладку покрытия затрачено более 1,2 млн тонн асфальтобетона. Мы смогли договориться и нас поддержал Волгобятка, региональный представитель автодора Российской Федерации. И сделана дорога от Шенгальчи и до с кольца. Тоже очень хорошая получилась дорога. Также сегодня мы завершаем соединение с Иштиряковой промышленной зоной. Это тоже позволит разгрузить промышленные дороги. Завершилась установка моста через Каму. Сейчас ведутся работы по укладке асфальта, гидроизоляции и установке шума и ветрозащиты. Согласно плану, движение запустят уже в конце декабря. В дальнейшем дорожную сеть могут пополнить еще два участка. Один через Иштиряково, второй с выездом на проспект Мира. Это поможет разгрузить Чистопольскую дорогу. Надеемся, что мы также сможем сделать работу в ближайшие годы. Это соединить дорогу с дорогой улицы Мира. Это прострелы улицы Мира. Для этого на сегодняшний день нами разработан тоже проект. Прошел экспертизу, сейчас проходит согласование. Мы хотим заявить в программу «Стимул». Это федеральная программа по строительству дорог, продолжение улицы Мира. Ну и потом уже завершить соединение улицы Мира в рамках того, что согласование Росавтодором пересенится улицы с дорогой в сторону Казань. Также на деловом понедельнике Рамиль Мулин напомнил об открытии нового помещения для общества слепых. Теперь организация располагается по адресу строителей 27. Здесь слабовидящие и незрячие горожане смогут проводить встречи, заниматься творчеством и спортом, а также проходить реабилитацию. Вдобавок от дома до медицинского колледжа положили тактильную плитку. Но работы на этом не заканчиваются. Я думаю, что на следующий год мы подумаем именно о входном узле, потому что он пока идет через подъезд от дома. На следующий год у нас запланирована реконструкция улицы Юности, где мы тоже, я думаю, установим специальные светофоры для того, чтобы в целом эту дорогу сделать еще и безопасно. В завершение поговорили об организации оздоровительного отдыха детей, а также подвели итоги прошедших мероприятий, инвестиционного форума, Дня народного единства, юбилеев Дома дружбы народов и колледжа нефтехимии и нефтепереработки. Анжелика Степанова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.